В России появится институт интернета, а некурящие водители окажутся в выигрыше. Эти и другие законодательные поправки и новшества в нашем обзоре. Российский союз молодежи предлагает ввести запрет на курение за рулем. Цель инициативы – снизить количество ДТП. В РСМ напоминают, что водители отвлекаются, когда достают сигареты из пачки. Кроме того, табачный дым может попасть автовладельцу в глаза и привести к потере ориентации в пространстве. Курение за рулем не менее опасно, чем разговоры по телефону, которые уже запрещены правилами дорожного движения, напоминают в Союзе молодежи. И просят Государственную Думу рассмотреть возможность введения аналогичного запрета и штрафа. В России изменился размер штрафа для чиновников за получение и дачу взятки. Соответствующий закон утвердил президент России. Согласно документу, минимальный размер штрафа за получение взятки теперь равен десятикратному размеру, полученной незаконным путем суммы. Это в два раза меньше, чем раньше. Штраф за дачу взятки уменьшился до пятикратного размера с пятнадцатикратного. Эта мера позволит сделать наказание более адекватным, считают в Совете Федерации. Ведь многомиллионные штрафы все равно выплатить не сможет никто и никогда. В России собираются наладить диалог власти и интернет-отрасли. С этой целью руководитель администрации президента России Вячеслав Володин провел встречу с представителями интернет-компаний Яндекс, Рамблер, РБК1С, СофтКей, Киви и Мейл.Ру.Групп. В частности, речь шла о создании Института развития интернета. Предполагается, что новая структура должна стать площадкой, на которой компании будут обсуждать проблемы отрасли и общаться друг с другом.